Казалось бы, в 21 веке сложно сделать какое-то открытие, если речь идет о химии. Но юные ученые не бросают попыток, если уж не создать принципиально новые соединения, то усовершенствовать старые. Предметы, которые нас окружают, могут быть лучше. Это доказали школьники, которые приехали на областной конкурс юных химиков. Артем и Антон работали над созданием водоотталкивающей пленки для защиты металла от коррозии, а одежды от промокания. Мы провели испытания, нанеся наши пленки на предметные стеклышки. Мы капали воду, подкрашенную синим красителем, и обнаружили, что вот такая прям почти кругленькая капелька, не растекается ничего, все отлично держится, все великолепно. Аналогичные исследования провели почти 100 ивановских школьников, причем самому маленькому участнику конкурса 4 года. Вместе с мамой он слепил из пластилина молекулу и представил ее на творческий конкурс. Ребята более старшего возраста защищали свои научные проекты по секции. Меня волнует ребят то, с чем они имеют дело постоянно. Это исследования, посвященные продуктам питания, каким-то бытовым веществам. То, с чем они сталкиваются, они хотят знать, что же это, насколько это безопасно и какими свойствами они обладают. Это и работы более серьезного исследовательского характера, которые выполнены в рамках даже тематик, научных тематик, высших учебных заведений нашего города, в том числе Ивановского государственного химико-технологического университета. Для начинающих химиков был организован мастер-класс «Как можно свою научную идею превратить в полноценное научное исследование». Современным школьникам обычно не хватает знаний, как правильно вести проектную и исследовательскую деятельность, чтобы ее оценили на общероссийском уровне. Наша задача подготовить ребят к тому, чтобы они наиболее правильно, с методологической точки зрения, представили результаты своих исследований. То есть, где найти тот самый замысел, ту выдающуюся научную идею, как это сделать правильно, с помощью каких методов современного научного исследования, как прийти к серьезным научным результатам и, самое главное, как правильно их презентовать. За время существования областного конкурса «Юных химиков» количество его участников превысило 400 человек. 70 ребят защищали свои проекты на самых престижных всероссийских и международных конкурсах. В частности, принимали участие в единственной в мире ярмарке научных достижений школьников, которая проходит в США. Анатолий Логинов, Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.